Иван Алексеевич Бунин Рассказ «Холодная осень» Краткое содержание Перед прослушиванием, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски и поставьте лайк. Приятного прослушивания! Рассказ «Холодная осень» Ивана Алексеевича Бунина был написан в 1944 году. Это пронзительная история о трагической любви, которая так и не смогла случиться в жизни главной героини. Прожив долгую, полную лишений жизнь, она мечтала лишь об одном — встретить на небесах своего возлюбленного, убитого на войне много лет назад. Главные герои — рассказчица женщина преклонных лет, которая поведала историю своей жизни и любви. Другие персонажи Жених возлюбленной рассказчицы, который погиб в расцвете лет на войне. Родители — самые близкие люди-раскащицы, добрые, любящие, заботливые. Муж — благородный, порядочный человек, супруг рассказчицы, который умер от тифа. Краткое содержание Раскащица, женщина преклонных лет, погрузилась в воспоминания о собственной молодости. В те далекие времена она была девушкой на выданье, и в имении ее родителей часто гостил будущий ее жених, который к тому времени успел стать своим человеком. Когда, 15 июня, убили в Сараеве Фердинанда, всем стал понятно войны не миновать. На Петров день были именины отца-раскащицы, к ним приехало много народа, и за обедом было объявлено о помолвке. 19 июля Германия объявила Россией войну, которая перечеркнула романтические планы молодых людей. В сентябре он приехал всего на сутки, чтобы проститься перед отъездом на фронт. Тогда никто не сомневался, что война закончится очень быстро, и уже весной можно будет сыграть свадьбу. В тот вечер все были необычайно тихими, за обыденными фразами, скрывая свои тайные мысли и чувства. Молодой человек предложил своей возлюбленной прогуляться по саду. Он, с милой усмешкой вспомнил стихи Фета, «Какая холодная осень!» «Надень свою шаль и капот!» И сказал, что вечно будет помнить этот чудесный вечер, если останется жив. Рассказчица с ужасом сказала, что не переживет его смерти, а жених с улыбкой ответил, что будет ждать ее там. Перед отъездом мать девушки надела на шею будущему зятю маленький шелковый мешочек, в котором был золотой образок, с которым прошли войны ее дед и отец. Убили юношу ровно через месяц, и вот прошло с тех пор целых 30 лет. За это время героине довелось пережить немало испытаний. В 18-м году, когда родителей уже не было в живых, она повстречала своего будущего мужа, человека редкой, прекрасной души, пожилого военного в отставке. Спустя несколько лет, покидая Россию вместе с толпой других беженцев, героиня стала вдовой, ее муж скончался от тифа. Из всех близких людей у нее остался племянник мужа, его молоденькая жена и их девочка, ребенок семи месяцев. Спустя время племянник с женой отправились в Крым и без вести пропали. Рассказчице пришлось самой воспитывать девочку. Она много и тяжело работала, чтобы прокормить себя и крошку. Однако девочка выросла в красивую француженку, совершенно равнодушную к своей спасительнице. Оглядываясь на свою жизнь, женщина призналась, что все хорошие, что у нее было, только тот холодный осенний вечер. Теперь же она мечтала о встрече со своим возлюбленным, который пообещал ждать ее «там». И что в итоге? Рассказчица живет в одиночестве, и далекий осенний вечер с ее возлюбленным остается единственным счастливым воспоминанием. Жених погибает на войне. Муж умирает от тифа. Заключение Произведение Бунина учит ценить каждую минуту, проведенную с любимым. Любовь способна яркой вспышкой осветить жизнь человека, наполнить ее смыслом, подарить наивысшее наслаждение. Произведение Произведение